...майданах с милицией в центре Киева. Несколько попыток штурмом прорвать кордон спецназа митингующим так и не удались. Агрессию вымещают на милицейской технике и припаркованных рядом машинах. Лидеры Майдана совсем потеряли контроль над ситуацией. Митингующие уже действуют по своей инициативе. Подозрели вот этот автобус, сейчас он горит за моей спиной. Милиция в ответ забрасывает штурмующих вот такими вот шумовыми и гранатом, и с изотачивым газом. И вот сейчас начинается очередной штурм. Всемирные декларации Майдана были забыты еще днем, как только толпа подошла к милицейскому кордону возле административного квартала на улице Грушевского. Перед рядами спецназа автобусы и грузовые машины, подходы к Раде и кабинету министров перекрыты. Но толпа требует пропустить и настроена агрессивно. Милицейский автобус сначала пытаются перевернуть, а затем просто оттаскивают в сторону. На переговоры с милицией отправляются лидеры оппозиции, но возвращаются нищевцы. С нас отказывается снять кордон. Толпа действиями лидеров недовольна. Главу удара Виталия Кличко, который пытается сдержать штурмующих в милицейский кордон, выгоняют с криками «Позор!». Толпа переходит к активным действиям. Фаеры, петарды, биты и монтировки. Такова экипировка майдановского штурмовика. В руках самодельный щит, на голове монтажная каска или шлем. Агрессия через край. Милиция обороняется, но на жесткие действия в ответ не идет. Время от времени самых агрессивных штурмовиков пытаются рассеять гранатами с газом. Те же бросают камнями в ряды милиции. На подступах к улице Грушевского по-прежнему не меньше нескольких тысяч человек. Планы нападающих пока не ясны. Нет явной координации их действий. И тем не менее, люди не расходятся. Все эти акции очень хорошо профинансированы в рубежах. У нас десятки фондов американских, западных. Идет смешно сумасшедшим финансированием. И два поводок, и были культуры, и специалисты были по цветным революциям. И те, которые проводили в Сербии, в Восточной Европе и так далее. Поэтому там публика очень хорошо подготовлена. Это боевики, неонацисты, нефашисты, экстремисты, которые за деньги, можно сказать, головорезы. Вот поэтому мы и разделяем. На сегодняшний день мир, на акции и вот эти банк-формирования. А то, что на сегодняшний день лидеры оппозиции оправдали надежды ни Украине, ни своих затянских хозяевов, это еще раз подчеркивает никчемность нашей оппозиции. То есть они не оправдали, как говорится, не ожидания народа, не ожидания тех, кто из азианских хозяевов, в руки которых они кормятся. То есть они, по сути, делали даже здесь. Выпустили жена из бутинки и протест не контролируют. По сути, вот эта вот агония Майдана, она сейчас быстро закончится. Вы правильно сказали, что это уже агония Майдана. Они поняли, что вот те законопроекты приняты и упугались припираем к стенке всех этих, как говорится, хозяевов и экстремистов, поскольку один в один мы можем зачитывать нормы, которые применяются в Америке, в Германии, в Англии, в Лондоне и так далее, и так далее. Поэтому это уже последние агония, тем более, что ситуация вышла с подконтролем самих в стройке лидеров оппозиционеров. Я думаю, скоро и народ, и люди от этих откажутся, от этих оппозиционеров, просто разочаруюсь, понимая, что это, так сказать, куклы, которыми кукловоды пытались и за границей руководить. События, которые происходят сейчас на улице Грушевского, уже нельзя назвать мирным протестом. Митингующие, которые пытались прорваться к зданию правительства, применили слезоточивый газ и биты. В бойцов спецназа полетели камни. Действия протестующих реально угрожают жизни и здоровью не только сотрудников правоохранительных органов, но и окружающих мирных людей. Мы понимаем, что нас пытаются спровоцировать. Они хотят яркой картинки для того, чтобы потом обвинить во всем власть.